Субтитры сделал DimaTorzok Secret Missions Достаточно интересный и познавательный военно-исторический шутер о гражданской войне севера и юга в Америке Silent Hill Homecoming Графика в игре выглядит пока что самым слабым звеном Чувствуется, что разработчики стараются держать марку, но получается у американцев если честно, не всегда Всем привет! В эфире снова ФАК и я Влад Лехов ФАК – самая приличная передача на телевидении Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Самостоятельные выступления Человека-паука традиционно получаются лучше приуроченных к очередному кинофильму В отсутствии жестких сюжетных кинорамок игра становится похожей на вполне себе самодостаточное произведение Spider-Man Web of Shadows новичок в серии, но уже претендует на звание лучшей игры о Человеке-пауке Во-первых, Web of Shadows разрабатывается без оглядок на кинопремьеры А во-вторых, авторы всерьез пересмотрели принципы уже привычной боевой механики Общая структура осталась типичной для подобных игр То есть Web of Shadows это такая недоделанная GTA с полетами на паутине вместо угона такси Более того, для доступа к сюжетным миссиям по-прежнему придется заниматься раздражающей супергеройской рутиной Победи 10 бандитов, подхвати 15 обывателей, вываливающихся из окна Любая серия мультсериала про Человека-паука умудрялась в 20 минут эфирного времени уложить события для изложения которых талантливому режиссеру Сэму Рэми потребовалось 2,5 часа и сотни миллионов долларов Тем удивительнее раз за разом видеть практически нулевой сюжет абсолютно в каждой игре про Человека-паука Завязка Spider-Man Web of Shadows бьет сразу и на повал По доброй традиции главного злодея опять играет Веном Это который большой, черный и с длинным языком На этот раз монстр открыл способ клонировать себе подобных симбионтов и заполнил жижей весь Манхэттен Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 3 ГГц 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти На жестком диске Spider-Man Web of Shadows займет 7,5 ГБ Главной геймплейной фишкой стало то, что сам Питер Паркер попадает под действие враждебной заразы Пора примерять выходной черный костюм В классическом пестром наряде герой движется быстрее, метко стреляет паутиной и пополняет здоровье вдали от битв В оболочке из инопланетной слизи больно бьет отростками и регенерируется за счет нанесенного врагам урона Пятерка за геймплей Внешний вид новых приключений Человека-паука, прямо скажем, разочаровывает Низкая детализация и очень бедные текстуры сразу бросаются в глаза Немного лучше обстоят дела с моделями и персонажей Они реалистично двигаются и пририсованы на совесть Четверка за внешний вид Для описания звука в игре отлично подойдет слово «смачный» Каждый удар, каждый взрыв, крик или вздох тут выводится на первый план Делать отбивные из монстров и получать при этом удовольствие здесь можно даже закрытыми глазами Пятерка за звук Spider-Man Web of Shadows Это крепкая аркада, сюжет которой способен поглотить вас головой А если не перевередничать насчет слабоватой графики То несколько приятных вечеров в компании с Человеком-пауком вам гарантированы Пять баллов получает сегодня игра Spider-Man Web of Shadows Никто не ждет от Spider-Man Web of Shadows откровений Но у него есть и шансы стать первым выдающимся экшеном после Ultimate Spider-Man Смущает разве что разработчики Шаба Геймс У которых портфолио, среди прочего, значится, например, Шрек Супер Слэм Но за ними сверху приглядывает главная Spider-Man студия Treyarch Которая, кстати, недавно выпустила новую часть Call of Duty Но это совсем другая история А сейчас ваши вопросы, наши ответы по игре Spider-Man Web of Shadows Вопрос Почему меня боятся люди на улицах? Они буквально шарахаются от меня и разбегаются в разные стороны Так и должно быть? Отвечаем Так может случиться, если злоупотреблять темной стороной То есть играть не в костюме Spider-Man'а, а в костюме мутанта-злодея Но кроме того, что вас начнут бояться жители Нью-Йорка Изменится и концовка игры Не в лучшую сторону Вопрос На высотном здании выросла какая-то щупальца И вокруг нее куча монстров Когда Человек-паук подбирается к ней, то она его отшвыривает в другой квартал Как мне ее уничтожить? Отвечаем Сначала нужно перебить всех ползающих по стенам тварей Иначе они не дадут вам разобраться с щупальцем Затем собираетесь на нее сверху И начинайте исполнять различные комбо Через какое-то время она сдохнет Вопрос Рядом с больницей, куда увезли Мэри Джейн, я раскидал каких-то бандитов Но что делать дальше, непонятно Как мне быть? Отвечаем Дальше вам необходимо устранить пять вооруженных нападений На карте эти места отмечены Но чтобы их увидеть, надо либо взобраться на какой-нибудь небоскреб Либо просто полетать над улицами в поисках злоключений History Civil War Secret Missions Вышла в ноябре 2008 года Разработчик компания Caldron Предыдущий проект этой студии Secret Service Ultimate Sacrifice Представляет из себя набор уровней на движке Counter-Strike History Civil War тоже сделан в жанре шутер Но повествует о событиях гражданской войны Севера и Юга в Америке Гражданская война началась после отмены рабства Южные рабовладельческие штаты, защищая прежние порядки Напали на правительство Вашингтона Север, следуя демократическим устоям В первом периоде войны проиграл много значимых сражений И потерял большую часть территории Но во второй половине 1863 года Ситуация кардинально изменилась И в апреле 1865-го армия Юга сдалась на милость победителей Первые несколько миссий вы проходите за южан Но потом Ваш отряд захватывает в плен И продолжаете уже в рядах армии Севера В масштабных наступлениях поучаствовать Вам не придется В составе небольшого отряда Ваш персонаж выполняет ряд секретных миссий В игре представлено много самого разного оружия Винтовки, ружья первой половины 19-го века Легендарный винчестер, кольты, кремниевые образцы И еще много разных раритетов Вам удастся пострелять и стационарного пулемета, пушек И даже побомбить город с корабля Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 2,2 ГГц 1 ГБ оперативной памяти 4 ГБ на винчестере И видеокарта с объемом памяти 256 МБ Игровой процесс вполне себе энергичен Почти все время Вам приходится бегать за сослуживцами Противники не отличаются умом и сообразительностью Но за ящиками прячутся ловко Оружия здесь много Но старина винчестер вне конкуренции Прохождение линейное Элементы квеста ярко светятся красным цветом Упрощая поиски За геймплей 4 балла Внешне игра сильно напоминает Medal of Honor К примеру, компас, указывающий направление Скопирован в точности Графика в целом воспринимается нормально Но современным стандартам не соответствует Детализация персонажей качественная Рерисованы все элементы одежды Лица солдат и оружия Но пейзажи однообразные Текстуры постоянно повторяются Здание выглядит как откровенные декорации За внешний вид 3 балла Звуковое сопровождение состоит из выстрелов, взрывов И отчаянных возгласов Фоновая музыка, как таковая, отсутствует В целом акустическая составляющая поддерживает боевой настрой Но ничего интересного За звук 3 балла Итого, энергичная игрушка проходится на одном дыхании Не отягощена сложными квестами И тактическими приемами Внешне копирует первую часть Medal of Honor Воспринимается нормально Но отовсюду лезут откровенно старые штампы Ширпотребны потребы публики В антураже гражданской войны в США Наша общая оценка History Civil War Secret Missions 4 балла Гражданская война Для компьютерных игр тема новая Но принципиальных отличий от Medal of Honor И Call of Duty нет Многие элементы скорректированы В соответствии с историческими фактами Но смысл игры не изменился Безжалостная и глобализованная охота на иначе одетых солдат Игра представляется контрольной работой По пройденному ранее материалу С интересными историческими фактами Вопрос Я никак не могу пройти уровень на корабле Очень сложно попасть в дом из пушки без прицела Как быть? Отвечаем Пушка стреляет навесом Чем выше вы поднимаете дуло Тем дальше летит ядро В начале уровня дается немного свободного времени Постреляйте с разным углом наклона И посмотрите, куда падают снаряды Скорость корабля почти не влияет на траекторию полета Цельтесь по стволу Вопрос В самом начале мне дали приказ Уничтожить смотровые вышки на позициях противника Я разгромил весь вражеский лагерь И расстрелял из пушки одну вышку А до второй пушка не достреливает Что мне делать? Отвечаем Нужно вернуться немного назад к окраине леса Там вы найдете еще одну пушку Она нацелена точно на вторую вышку Вопрос Я дошел до уровня с пулеметом Захватил его и всех убил Но куда идти дальше не пойму Мэйчуд показывает на пулемет Что нужно сделать? Отвечаем Ничего, вы все уже сделали Вернитесь к началу улицы Там за сараем стоит заблудившийся солдат противника Убейте его И квест продолжится Смотрите далее Silent Hill Homecoming Графика в игре выглядит пока что Самым слабым звеном Чувствуется, что разработчики Стараются держать марку Но получается у американцев Если честно Не всегда NBA 2K9 Яркая демонстрация того Как должен выглядеть Современный спортивный симулятор Смотрите далее NBA 2K9 Яркая демонстрация того Как должен выглядеть современный спортивный симулятор Silent Hill Homecoming Графика в игре выглядит пока что Самым слабым звеном Чувствуется, что разработчики Стараются держать марку Но получается у американцев Если честно Не всегда После того, как студия Electronic Arts заявила о том, что она не будет делать спорт своего баскетбольного симулятора NBA 09 Поклонники этого вида спорта рисковали остаться осенью без очередной инъекции Однако студия 2K Games вскоре после этого заявила, что ведет работу над своей версией NBA с приставкой 2K9 Что из этого получилось, вы узнаете прямо сейчас Жанр спортивных симуляторов Даже 21 октября 2008 года Локализация в России не планируется Да она, в общем-то, и не нужна Системные требования игры таковы Процессор на частоте 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти 512 МБ видеопамяти И 10 ГБ на жестком диске Игровой процесс в NBA 2K9 не даст вам соскучиться ни на секунду Если вам не нравится заниматься менеджментом команды Вы сможете автоматизировать все эти процессы и заниматься только игрой на поле Если захотели отточить свое мастерство в данкшотах К вашим услугам спортивная школа и уличные бои Решили сыграть с парой баскетбольных звезд в 21? Нет проблем И, конечно же, в NBA 2K9 присутствует полноценный чемпионат с функцией Living Crossroads То есть информация о составе команд, трансферах и все изменения в Национальной лиге Обновляются в реальном времени при наличии соединения с интернетом Наша оценка геймплея 5 баллов Графический ряд NBA 2K9 по качеству максимально приближен к телевизионной картинке На трибунах отлично пририсованные зрители Они их картонные пародии, как это принято у небезызвестной EA Sports На поле и за его пределами постоянно что-то происходит Бегают судьи, талисманы команды разогревают зал Девочки из группы поддержки разминаются в ожидании перерыва А что вытворяют сами игроки с мячом выше всяческих похвал Наша оценка графического оформления 5 баллов По звучанию NBA 2K9 не отличить от реальной трансляции баскетбольного матча Тут и узнаваемые голоса комментаторов, и рёв трибун, и хип-хоп-хиты в паузах и тайм-аутах Наша оценка звуковой составляющей 5 баллов NBA 2K9 яркая демонстрация того, как должен выглядеть современный спортивный симулятор Агрессивный, красочный, энергичный и атмосферный проект Разработчики проделали огромную работу и подняли планку виртуального спорта на новый уровень Наша общая оценка NBA 2K9 5 баллов При взгляде на NBA 2K9 сравнение с NBA 09 напрашивается само собой Тот же вид спорта, та же лига, та же одежда на игроках, те же спортивные арены Вот только выполнено всё на порядок качественнее 2K Sports сделали ставку на современную графику и ультрадинамичный геймплей Как вы сами могли убедиться, разработчики не прогадали А теперь настало время для наших ответов на ваши вопросы по игре NBA 2K9 Первый вопрос У меня не получаются штрафные удары, как их правильно исполнять? Отвечаем Во-первых, всё зависит от уровня сложности штрафных, который устанавливается в закладке геймплей Во-вторых, если он равен 50% и выше, выполнение таких ударов на клавиатуре можно забыть А так ориентируйтесь на сообщение над игроком Как только оно пропало, отжимайте кнопку удара и следите за полётом мяча Если же вы используете джойстик, то кнопку ударом можно отпустить в тот момент, как он начал вибрировать Следующий вопрос Где можно посмотреть список данкшотов и как их правильно исполнять? Отвечаем В режиме данкскул нажимайте клавиши таймаута и отмотайте вниз Там будет полный список ударов Выполнять их следует следующим образом Делайте разбег с середины площадки В районе штрафной зоны выбирайте стрелки на нужную комбинацию И в тот момент, когда игрок находится в высшей точке полёта, нажимайте кнопку удара И если всё сделано верно, успешный и зрелищный данкшот вам обеспечен В обычной же игре баскетболисты сами выполняют данкшот Если зажата кнопка спринт и на его пути к кольцу нет никого из соперников Следующий вопрос Может ли игрок забить гол через всё поле? Отвечаем Теоретически это возможно и даже изредка случается в реальной жизни Однако чаще всего это черелаты потери мяча и перехода его к команде соперника Рекомендуем вам использовать этот приём исключительно на последних секундах матча Когда нет времени прорваться к кольцу оппонента Как правильно исполнять трёхочковые? Отвечаем В принципе любой игрок способен забить такой мяч Однако будет лучше для него и для вас Если он высокого роста и в момент броска перед ним не мельтешат игроки соперника Выключите свет, закройте двери, включите звук погромче Пятая часть Игра Кошмара пришла к вам в дом Silent Hill 5 похоже идёт по пути второй и четвёртой частей События будут косвенно переплетаться с миром Silent Hill Но не будут прямым продолжением истории, начатой в первой части Игра познакомит нас с бравым парнем по имени Алекс Шепард Который вернулся с войны, дабы отыскать своих без вести пропавших родителей и брата Джошуа Как и все гости Туманного города Серия Silent Hill уже давно живёт воспоминаниями Со времён выхода Silent Hill 3, последней удачной игры в линейке Пинуло ровно пять лет Время, за которое некоторые серии в игровой индустрии успевают прожить целую жизнь Но в нашем случае этого почти незаметно Третья часть до сих пор выглядит лучше большинства сегодняшних хорроров Канами ещё в самом начале поняли, что режиссура, а не таблица баланса технологии Важнейший геймдизайнерский инструмент И вооружённые этим знанием создали две бессмертных серии Silent Hill и Metal Gear Solid И если потягаться со второй серией в разное время пытались разработчики всех стелс-экшенов То на территорию Silent Hill за годы отсутствия не проник толком никто Осознанно или нет, но японцы и Steam Silent Разработчики первых серий стали первопроходцами нового для игр жанра Психологического хоррора Игра поступила в продажу 6 ноября 2008 года Рекомендуемые системные требования Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти 512 ГБ видеопамяти И 5 ГБ на жёстком диске Игре Silent Hill давно уже не хватало элементарной возможности нормально целиться из-за плеча А камера сейчас располагается именно так Перекатываться по земле и проводить нехитрые комбо Но теперь бои стали гораздо удобнее Превратившись в облегчённый аналог Resident Evil 4 Единственное отличие в том, что встречи с монстрами не нагоняют страху столько, как раньше Для психологического хоррора геймплей слабоват Скромные 4 балла Если предыдущие части заставляли нас вдыхать и подолгу любоваться персонажами То в Homecoming графика выглядит пока что самым слабым звеном Чувствуется, что разработчики стараются держать марку О чём говорит недурная режиссура катсцен Много крупных планов, неплохая мимика и анимация Но получается у американцев, если честно, не всегда Мутные плохо склеенные текстуры и некоторые модели топорного качества Местами просто убивают наповало Миру нового Silent Hill пока катастрофически не хватает насыщенности и проработки Как в предыдущих играх Помещение с грубой отделкой выглядит слишком безжизненно А улицы города и вовсе заставляют вспоминать о Silent Hill 2 Сильно раздражавшем обилием пустых открытых пространств Больше 3 баллов за графику поставить не можем Возможно, единственное, чем может похвастаться игра, это озвучка И то нельзя сказать, что звуковое сопровождение выполнено на высшем уровне Мы предлагаем вам самим послушать небольшой фрагмент из игры А наша оценка звука — 4 балла Silent Hill Homecoming — вполне приемлемое продолжение психологического хоррора Поклонникам серии игра строго рекомендуется, остальные вольны выбирать сами Наша общая оценка игры — 4 балла Silent Hill Homecoming напоминает одновременно первую часть сериала и Resident Evil 4 Ориентиры самые благородные А играть или нет — полностью ваш выбор При этом, если у вас что-то не получается с прохождением или появились вопросы Тогда посмотрите наши ответы на них Первый вопрос Что нужно делать после того, как обещал Джошуа найти игрушку? Отвечаем Вам нужно продолжать исследовать больницу В одной из комнат будет найдена игрушка Следующий вопрос Что делать с проводами в Silent Hill? Какая комбинация правильная? Отвечаем После переключения проводов используйте переключатель Слева 5 лампочек Количество ламп зеленого цвета равно количеству правильно подсоединенных проводов Следующий вопрос А где взять код, который просят в полицейском участке? По секрету отвечаем На полицейской машине в той же комнате на багажнике лежит записка Ее нужно прочитать Именно в ней будет подсказка к коду замка Следующий вопрос Я нашел жертвенный нож в ратуше Что делать дальше, не пойму Отвечаем Нужно спуститься в подвал Напротив, между книжками будет запертая дверь Нужно сунуть нож в замочную скважину Затем пробирайтесь через подвал на кладбище Ну а там как повезет А лучше идите домой Рады были помочь вам в прохождении игр Меня зовут Влад Лехов Это был Фак Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте Муздефизтв.ру И присылайте мне свои вопросы на адрес F&Q собакамуздефизтв.ру Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма До скорого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok